В Украине нет политических переследований, а вор должен сидеть в тюрьме. Вы помните, что до этого она выполняла обязанности руководителя Государственного бюро расследований. И вот что было знаковым в выступлении Ирины Венедиктовой. Я думаю, что после этих слов очень многие из команды бывшего президента Порошенко почувствовали себя не совсем уютно. Именно после этих слов они поняли, что да, это не лябошапка, здесь договориться и порешать не получится. А после известной фразы Глеба Жеглова «А вор должен сидеть в тюрьме», которую в конце своей речи произнесла Венедиктова, скорее всего, заерзал на стуле сам Петр Порошенко. «А вор Майя садит и в тюрьме». Только я его, честно говоря, не понял. Почему, когда эти слова говорила Ирина Венедиктова, оператор, который вел трансляцию, почему-то показывал нам Зеленского, а не Порошенко? Ладно, спишем это на неопытность телеоператора. А когда она закончила свое выступление, думаю, что не только я, но и также многие украинцы ждали, кто же из народных депутатов задаст ей вопросы, которые очень волнуют многих жителей Украины. И, к моему удивлению, сразу первым и именно эти два вопроса задал ей народный депутат Украины Александр Дубинский. Вот первый вопрос. Было бы интересно узнать, если будут расследованы и подписаны подозрения, которые были в Генеральной прокуратуре и за предыдущего Генерального прокурора. И что до пятого президента Порошенко, если подписаны эти подозрения? Я думаю, что после этого вопроса Петр Порошенко сразу дал команду своим верным сам, нет, ну это как-то грубо, своим верным соратникам из фракции ПЕС, я имею в виду партия Европейская Солидарность, приготовить ответочку. Ну и второй вопрос, скорее всего, бросил в пот некого Стерненко. Другой вопрос – дело Стерненко, которое стало одним из проблем минулого Генерального прокурора и дело, которое он могло очень четко сховать. Не знаю, друзья, я очень часто критиковал Александра Дубинского, но здесь я буквально захлопал в ладоши. Я смотрел прямую трансляцию и был очень удивлен, что Дубинский задал ей именно те вопросы, ответы на которые мы так давно ждали. То есть мы почти 9 месяцев ждали внятного ответа от бывшего генпрокурора Рябошапки, но так и не дождались. Ну и вот ответ Ирины Венедиктовой. Все, что может быть быстро и законно завершено, все будет быстро и законно завершено. У нас сейчас действительно час в стране такой, что у нас нет возможности просто что-то долго разбираться. Поэтому будут приняты максимально быстро законные решения. Согласитесь, многообещающие слова мы услышали от нового Генерального прокурора. Но про Порошенко мы поговорим чуть позже. А вот после таких слов кому-кому, а Серненко не позавидуешь. Я думаю, что ему уже не придется фотографироваться на фоне генпрокурора, как это он делал на фоне Рябошапки. Да и на чашечку чая в рабочий кабинет Венедиктовой ему вряд ли удастся заглянуть. Ну а теперь давайте перейдем к вопросу представителя партии «Голос». Скажите, пожалуйста, несколько недель назад вы заявили, что нам необходимо скасировать закон о амнистии участников Майдана. Какой есть ваша позиция по этому вопросу сегодня? Или вы до сих пор считаете, что нам необходимо скасировать этот закон, или ваша позиция изменилась? Вот вы понимаете, что происходит? Все эти партии, все эти политики, которые на волне Майдана попали на самую верхушку власти, сейчас очень переживают, что не дай бог отменят закон об амнистии. И тогда начнутся расследования по преступной деятельности многих участников тех событий. Ведь вы понимаете, что происходило до этого? Вот, допустим, суд рассматривал уголовное дело по отдельному человеку. А когда выяснялось, что участник Майдана, дело моментально приостанавливалось. И все. Человек, совершивший преступление, оставался безнаказанным. И, понятное дело, запереживали, что тогда могут заняться расследованием всех противозаконных действий, в первую очередь, лидеров Майдана. Порубия, Пашинского, Турчинова, а также Юрия Луценко, Тани Черновол и других. И они очень не хотят, чтобы вся Украина узнала истинную правду о тех печальных событиях. Сейчас уже и так многие переосмыслили и пересмотрели свое мнение о тех событиях. Многие поняли, какую роль исполняли так называемые лидеры Майдана. Но многие украинцы все-таки очень хотят узнать настоящую правду. Но и Венедиктова ей четко ответила, что в первую очередь сами народные депутаты должны определиться. Или вы хотите на словах расследовать и знать всю правду о тех событиях, или хотите на самом деле спрятаться за тот закон об амнистии, который сами депутаты в свое время и приняли. Ну и затем слово взял депутат от Европейской Солидарности Ветрович. Его речь трудно назвать выступлением. Он сразу начал на повышенном тоне во всем обвинять Венедиктову. Понимаете, Порошенко уже понял, что с таким человеком, как она, договориться не удастся. И поэтому он решил, что в данной ситуации лучший способ для защиты – это нападение. Вот Ветрович и начал обвинять во всем Венедиктову. Ну и закончил он свое выступление очень импульсивно. Поэтому фракция Европейской Солидарности не будет голосовать за паню Венедиктову. Паню Венедиктову, это реванш антимайдану. Когда слушаешь такие выступления, то прекрасно понимаешь, что все эти майдановские деятели, ну просто очень боятся, чтобы вся Украина узнала правду о тех печальных событиях. Да и уж очень они не хотят, чтобы новый генеральный прокурор занялся расследованием деятельности их патрона Петра Порошенко. Но я буквально аплодировал, когда слово взял депутат Макс Бужанский. И хотя было видно, что ему тяжело говорить на украинском языке, он сказал очень правильные слова. Ну и конечно не упустил случай лишний раз пропиариться, и обвинить во всех смертных грехах президента его давний оппонент Леша Гончаренко. У всех свежо в памяти его недавнее выступление, когда Зеленский подошел к нему и попросил больше не переходить на персонали. Но меня удивляет другое. Все выступающие из команды Порошенко, ну как будто из цепи сорвались. Ну зачем выходить на трибуну и орать так, что у всех аж уши позакладывало? Ведь можно сказать то же самое, но гораздо в спокойном тоне. Я даже не хочу показывать вам отрывок из выступления Леши Кагончаренко, потому что переживаю, чтобы из-за его криков Ютуб не забанил мой ролик. В общем, все его выступление сводилось к тому, что он очень переживает, что новый генеральный прокурор может начать политические преследования. Они очень переживают, что всплывет вся правда о страшных событиях, происшедших в свое время в Одессе 2 мая. Они очень боятся, что все узнают правду об их прямом участии в тех трагических событиях. Они ведь прекрасно помнят уроки истории и очень не хотят, чтобы это повторилось. Я имею в виду выступление генерального секретаря Компартии Никиты Грущева, когда на очередном съезде партии развенчал культ личности Сталина. Вот и мне очень хочется, чтобы рано или поздно мы узнали всю правду о тех событиях на Майдане и о событиях в Одессе. И, поверьте, тогда многие из так называемых героев 2014 года превратятся, мягко говоря, не просто в антигероев, а в обычных преступников. Ну и после того, как все выступили, слово дали Ирине Венедиктовой. И она еще раз повторила то, о чем говорила ранее. Ну что, если Венедиктова действительно сдержит слово, то очень скоро мы узнаем много интересного из жизни людей из команды Порошенко. И я думаю, что после вот такого заявления рассматривает свой план Б и Свинарчук-Гладковский, да и сам Петр Порошенко. И вот мне лично очень было приятно услышать то, что дальше сказала Ирина Венедиктова. Я хочу сказать, что свобода слова в нашей стране и демократия – это те засады, вольности украинского народа, которые должны быть. И я буду стоять на том, чтобы каждый из нас, из вас, мог стоять и говорить все, что считается необходимым. Ну что же, посмотрим. Свобода слова – это очень важно. Ведь ни для кого не секрет, что бывший министр культуры Бородянский очень хотел, чтобы этой свободой слова было поменьше. Он очень хотел немножко попряжать независимых журналистов и независимых блогеров. Ну и вот какими словами закончила свое выступление Ирина Венедиктова. И после всего этого вот как прошло голосование за назначение Венедиктовой генеральным прокурором Украины. И в заключении вот что хочется сказать. Когда я смотрел, как голосовали за Венедиктову, я вспомнил, как совсем недавно точно так же голосовали за назначение генеральным прокурором Рябошапки. А потом позорно снимали его же с занимаемой должности. А поэтому мне очень хочется, чтобы Венедиктова не стала бы вторым Рябошапкой, а повторила, вернее сказать, показала бы себя настоящим независимым прокурором, как ее коллега из Румынии, которая оказалась настоящим борцом с коррупцией во власти. И умудрилась, если я не ошибаюсь, посадить даже брата президента Румынии. А на этом, друзья, у меня пока все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч.